серебро по серебру сегодня был очень хороший сигнал 2308 2308 смотрите внимательно сигнал по серебру 2308 очень сильный сигнал а единственно что серебро не сильно сходило у него очень неплохое накопление последнее время если вы посмотрите если вы посмотрите серебро имеет совсем другое значение. Видите внимательно, он полностью отвязался от золота. У него очень сильная отвязка по золоту. Смотрите внимательно, видите, золото вообще стоит в канале, никуда не идет, а серебро, видите, живет своей жизнью. На самом деле, большое количество людей, которые смотрят, будем говорить так, за серебром, они считают, что по серебру будет очень сильное движение, потому что они считают, что серебро очень сильно недооценено по отношению к золоту. Например, скажу вам один очень хороший пример. Мой товарищ, он мне сказал, что он покупает серебро, купил, например, там акции из серебра, а если хотите, давайте сейчас посмеемся, если он есть, мы ему позвоним, он даже не будет знать. Да, вот 50 долларов, видите, серебро было 50 долларов, поэтому он считает, что серебро может спокойно пойти до 50 долларов. Золото мы сейчас посмотрим, вот Гуля просит золото. Ну, смотрите, у золота вообще ничего нет, у золота очень сильный уровень 1939, а в золоте ничего абсолютно нету, как золото в ту или другую сторону будет идти. Я бы на золото вообще пока не обращал внимания, в нем ничего такого нет. Да, говори. Да, я не знаю, где я тебя потерял. Ты мне потерял соотношение серебра и золота. Да, то, что это серебро, просто в отношении золота, золото, по идее, должно подниматься. Смотри, все говорят, что, я тебе рассказывал, что золото и серебро поднимаются в цене, когда происходит loss of confidence. Я тогда печатаю деньги. Ну да, когда проблемы на рынке появляются, да, золото идет вверх, как защитный инструмент. Или даже не на рынке, на рынке. Они больше смотрят на confidence in government, когда происходит какое-то что-то такое непонятное в мире. И поэтому маркет, наверное, тоже часть этого, но частично это больше связано с теми вот непонятными вещами, которые будут происходить. Вот, например, золото. Был же этот клан, этот индивидиум, да, золото же сильно, как бы, ну, не сильно пошло за верх. Там, в 11-ом году оно спайкнуло, там, сколько было, 1800-1900, да, 1900-1900, да, что-то такое. И все, оно не пошло. Потому что, в целом, в правительство было, все было, в принципе, и стало спокойно, тихо, все было нормально. А вот такие моменты, когда, когда, то, что перед видео, да, если будет война, если будет какая-то неспокойство, вот тогда мы будем объяснить себе, в целом, объяснить себе, почему именно серебро больше, честно, я не знаю, но это такое, как бы, вот многие люди, да, которые, я доверяю, это только были шкурсы, это шкурсы, там, паузы, вот это все. Я говорю, я думаю, ну, это тоже. Понял. То есть, фундаментальная основа того, нет, в бинансе серебра нет, в бинансе есть только этого. Фундаментальная основа того, что он хочет покупать серебро, это в том, что, по сути дела, там, он слушает определенные источники, которые говорят, что если на рынке начнется, будем говорить, какая-то беда, да, то, скорее всего, будут покупать золото, а так как золото имеет корреляцию с серебром, только серебро будет идти вместе с ним.